Шалом! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я сниму очередной урок, как важно давать стакум. И вот, в нашей прошлой недельной главе Китейса, там было сказано, что каждый еврей должен был давать половину шекеля. Спрашиваются, почему? Почему не целый шекель? Целый шекель это целый евро, а половина шекеля это как 50 центов. Потому что наши раввины говорят вот так. Когда евреи давали муше полушекеля, они задумывались, что полушекеля равняется как часть. А вот целый шекель равнялся как целый народ. И они задумывались. Я не целый народ, я не все знаю. Мне нужно еще многому-многому учиться, чтобы стать целым, чтобы часть больше, чем одна половинка. Это гораздо... и вот. И муше, еще когда муше поднимался на гуру Синай, Ашем показал ему огненную, огненную монетку. Эту полушекеля в огненном виде. Это спрашиваются, почему? Потому что, когда мы даем цитаку, мы не просто кинули все и подумали, а, все, я хорошая девочка, я сделала митцу и пошла и забыла. Нет, это так не считать. Надо, чтобы сердце горело, чтобы у нее была жажда, желание, чтобы дать цитаку. Это важно. Это митцу надо вот так выполнять. А не просто кинул все и сказал себе, о, я хорошая девочка, могу идти гулять. Нет, это не так. И вот. И еще спрашиваются, зачем муше были все эти деньги? Потому что не только, чтобы всех евреев сосчитать, а чтобы... эти деньги тоже нужны храму. Спрашиваются, зачем? Зачем эти деньги нужны храму? Чтобы на это покупать там корову, козленка, ну, на жертвоприношение. Огромное спасибо, что слушаете меня вам. Браха, брацлах.